Интервью для Истлабс.ру с Александром Тимофеевым. Выступал он вчера, занял первое место в своей категории. Насколько я знаю, в абсолютке он стал вторым. Саш, поделись своими впечатлениями, насколько я в курсе, это твой первый старт в этом сезоне. Есть ли какие-то дальнейшие планы? Кто твой тренер, можешь рассказать? Тренера? Как проходила подготовка, все ли понравилось и впечатления о соревнованиях? Ну да, это у меня первый старт в этом сезоне. Готовился. Ну, хороший турнир, мне понравился. Тренер у меня Сергей Тарануха и Екатерина Абраума, моя дорогая. Вот. В принципе, да, хорошее впечатление. Увы, извиняюсь, что я про карту не взял. Ну, так уж вышло. Видимо, не оценили мои бицепсы, трицепсы. Тут, понимаешь, дело в том, не то, что не оценили, а, как говорится, победителей не судят. И объективно были поставлены места. У нас еще впереди Олимпия в Испании. Я надеюсь, что все будет хорошо. Твоя команда из ТЛАПС поддержит. И мы все-таки полетим на Олимпию, и дальнейшие старты тоже будут очень успешными. Ну, мне бы этого очень хотелось. Ну, естественно, конечно, я тоже бы это очень хотел. Мы будем стараться, стараться, еще раз стараться. Сегодня у нас выступают наши девчонки. Во-первых, я думаю, что ты будешь за них болеть. И как ты думаешь, шансы, какие шансы у наших девок? Победят они или нет? Так, естественно. Что ты такое спрашиваешь? Конечно, наши девчонки номер один. Я кричать не могу, к сожалению, потому что, наверное, буду судить. И, да, Александр будет болеть за всю русскую команду вместе с Юрой. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, адекватно. Будем верить, что сегодняшнее судейство будет еще более объективным, адекватным. Ну, всегда болеешь за своих. Желаем всем удачи, всем спортсменам. Отличный турнир, отличная организация. Все очень быстро, ничего не затянуто. Будем смотреть, будем ждать. Кстати, хотел сказать про организацию. Организация вообще просто на высоте. Мне понравилась и регистрация. Мы даже не стояли долго, а пришли быстренько, все нас отметили. То есть, вот это был, конечно, уровень очень классный. Вот это мне понравилось. Я думаю, на самом деле, в Словакию первый раз приехало такое большое количество русских спортсменов. И надеюсь, что все пройдет хорошо. Так уже все пройдет хорошо. Болеем, болеем. Болеем за наших. Мы болеем за наших бикиняшек. Ну, еще и за Чех Тим мы болеем тоже. Ну, это... Пока-пока. С вами я опять, Екатерина Абрамова. Вместо Александра Тимошенко беру интервью у нашей замечательной команды. Очень рада. Соревнования закончены. Для аматеров, для любителей. Сейчас будет часть борьба за получение прокарты, а также выступление профессионалов. Со мной рядом замечательная девушка Анастасия Самойленко. Живет она очень далеко в России, на Дальнем Востоке. Сейчас все расскажет сама. Я за нее безумно рада. Категория бикини была 163 сантиметра. Настя, расскажи. Хочешь, можешь и про тренера сказать, он не обидится. Я очень рада, что моим тренером является Екатерина Абрамова. Уже год мы с ней работаем. Очень успешно. Мне очень нравится, как она меня поддерживает, как она меня подводит, как она знает мой организм, чувствует всегда, что мне нужно, когда. И это показывает, отражается на моих результатах. На сегодняшнем турнире я очень рада выступить и занять. Это, наверное, лучшее место, которое я могла ожидать сегодня. Серебро после Яны Кузнецовой. Это очень достойно. Конкуренция была достаточно сильная. Девочки были мышечные, хорошо подготовленные. Абсолютные чемпионки Австрии и Беларуси. Поэтому для меня второе место в этой категории – это более чем победа над собой. Вообще, я очень счастлива. Я знаю и слышала, что очень хорошо отзывались о вашем выступлении. Вы очень всем понравились. Сказали, что очень красивые девушки из России. Очень оценили, чему, конечно, я несказанно рада. И надеюсь, что это твой не последний старт на международных соревнованиях, что мы еще и еще будем ездить и побеждать. Скажи, как ты грузилась? Я-то знаю, как это было. Ну, на самом деле, я всегда доверяюсь своему тренеру. И по загрузке никогда не нужно бояться. И вчера я хорошо покушала два раза в Макдональдсе мороженое, шоколадки. И, ну, без обильного питья. Но это отразилось на моей форме и спасло ситуацию. Так как это не первый старт уже в моем сезоне, последний. И сегодня международные судьи первый раз оценили меня. И, видимо, я им понравилась. То есть, на самом деле, девушке не надо бояться. Фитнес-бикини должны выдерживать не одни соревнования, а, ну, как минимум, как лично я считаю, ну, хотя бы 4-5. Поэтому мы стараемся, работаем, чего и вам желаем. До новых встреч. С вами были мы, Истлапс.ру, Екатерина Абрамова. И Анастасия Самойленко. До новых встреч. До новых встреч. Для Истлапс. Россия. Со мной Яна Кузнецова. И ничего не буду говорить. Она, наверное, скажет все сама, свои впечатления. Я, если честно, была очень рада всему происходящему. Прям сидела и плакала. Яна, расскажи. Ну, я, к счастью, не плакала. Я тут пампилась, отжималась, веселилась, снимала видео для Истлапс. И на сцену выступила и получила свою медаль. Ну, не знаю, ожиданно или неожиданно. Я очень рада, что я ее получила. Вот и все. Я очень надеялась, что будет так. Оценки были объективные. Мне очень порадовало, что тебя помнят с чемпионата Европы твое выступление. И буквально очень скоро будет ваш выход за получение про-карты. Я знаю, что есть в зале, кто болеет за тебя, что ты получишь ее. Это кто? Это интересно. Есть такие люди, персонажи. Говорят, что было бы хорошо, если бы ты ее получила. Будем болеть, будем надеяться, что это получится. И поговорим после твоего выступления сегодня. Да, мне вот выходить на сцену буквально через минут 30. А как ты оцениваешь твоих конкурентов? Оцениваю их вот так. Вот я уже даже написала в группу Вини Бикини, что мне не получить эту про-карту здесь. Потому что конкурентки вот такие вот. Сейчас увидите. Но на самом деле я уже разговаривала с твоими спонсорами. И насколько мне известно, что следующий старт – это Олимпия в Испании через месяц. Так что тебе не есть, форму не терять. Будем бороться, бороться и бороться. Пока есть возможность побеждать, надо побеждать. Хочу сказать, что у Яны на самом деле очень сильная конкуренция. Потому что с ней вместе выступают и борются за получение про-карты. Саски Осаковцев, чемпионка Европы. Вот я про нее как раз и говорю. Вот такая конкурентка. И я надеюсь, что все-таки вдруг нам повезет. Я буду очень рада. Я надеюсь, ты тоже. Я не расстроюсь, если я окажусь за сценой в итоге. Нет, мы точно не расстроимся. По ее я уже получила. Да, потому что это всего лишь начало. И я надеюсь, что еще впереди много всего интересного. Я тоже на это надеюсь, так как это вообще мои первые старты. Всем пока-пока. Все, пока. Опять мы. Я Екатерина Абрамова и Яна Кузнецова с этой замечательной длинной табличкой. Очень рада. На самом деле, ты ее переверни. Нет, все правильно. Очень рада, потому что это очень неожиданно. Я думала, что будет по-другому. Ну, это победа. Для нас, для всех и для России. Вообще неожиданная победа. Мы с Яной, нам поступило предложение, мы с Яной приняли решение, что буквально через несколько минут Яна будет выступать в про. Уже как про-спортсмен первый раз. Так что на самом деле слов нет, не знаю, что сказать Яна. Да, у меня тем более нет слов. Я говорю, я вообще думала уже пойти покушать мороженого, а тут уже нельзя. Будем смотреть, как пройдет первая Янина про. Все сразу и в одном флаконе. Очень волнительно. Какой-то хаденшол. Так волнительно, что даже вот просто не могу слов найти. Я потом запишу на телефон и отправлю вам. Выстлапс. С вами были мы, Екатерина Абрамова. И Яна Смит-Кузнецова.